Наверное, каждое поколение родителей утверждает, что их дети совершенно неуправляемые, ленивые, разбалованные, они ничего не хотят, они ни к чему не стремятся. Ну и, собственно, утверждение это не новое. Однако нынешнее поколение детей действительно во многом отличается от предыдущих. Нынешние дети другие, и нынешние системы воспитания тоже другие. Здравствуйте, меня зовут Анна Просветова, я психолог, и вы находитесь на канале «Где мои дети». Сейчас мы с вами поговорим о современных методах воспитания, которые как раз и будут актуальны в самое ближайшее время, потому что мир стремительно меняется, меняется психология детей, меняется система отношений в мире, и меняются те требования, которые мир предъявляет к нам, к тем людям, которые, собственно, и живут в этом мире. Итак, если мы говорим с вами о том, какие методы воспитания были востребованы еще несколько лет назад или несколько десятилетий назад, то это, конечно же, методы воспитания дисциплины, серьезности, ответственности, и в основном методы для этого использовались достаточно жесткие. Воспитание страхом культивировалось во многих культурах, во многих ментальностях, во многих странах на протяжении десятилетий. Почему так происходило? Во-первых, потому что такого подхода требовала ситуация, потому что в определенные времена, в определенных государствах именно ключевыми навыками, ключевыми качествами были какие-то суровые характеристики, дисциплина, самоконтроль, какие-то такие ориентирования на противостояние трудностям и сложную борьбу. Для того, чтобы закалить характер, кстати, помните, эта фраза действительно звучала практически в каждом букваре, в каждом учебнике, и мы с детского сада ее иногда слышали, закалять характер. Нужно закалять характер для какой-то там мифической борьбы. Наши дети сейчас живут в другом мире, им не нужно отстаивать каждый день свое право на существование, им не нужно бороться с какими-то вымышленными или реальными врагами, которые хотят на них напасть. Мир сейчас гораздо спокойнее, на самом деле, по сравнению с теми временами, в которых жили наши бабушки, дедушки или прапрабабушки, тем более прапрапрапрадедушки. Поэтому мир сейчас требует совершенно других навыков, качеств и других характеристик. Кстати говоря, у нас есть очень интересное видео по поводу самых востребованных характеристик, которые помогут реализоваться нашим детям в самом ближайшем будущем. Смотрите этот ролик обязательно и развивайте эти качества в своих детях. Итак, по поводу современных методов воспитания. Сейчас дети лучше всего откликаются не на устрашающие методы. Прежде всего, потому что дети не верят в те страшилки, которые им рассказывают взрослые. Если раньше можно было ребенку сказать, что если ты будешь плохо себя вести или ты будешь плохо учиться, то тогда тебя заберут в какой-нибудь там страшный интернат для самых ужасных беспризорников. Ребенок мог именно из-за чувства страха в это поверить и стараться хорошо себя вести, чтобы не попасть в это ужасное заведение. Сейчас дети даже не будут обращать внимание на эти угрозы, потому что у каждого ребенка под рукой есть гугл, есть телефон, где он может проверить эту информацию, действительно ли это правда. И у каждого ребенка сейчас гораздо более развито критическое мышление. Поэтому вымышленные угрозы родителей дети воспринимают с иронией. И поэтому, когда вы пытаетесь воспитывать ребенка через угрозы, через формирование у него чувства страха, ребенок не воспринимает эти слова всерьез. И это значительно бьет, опять-таки, по вашему родительскому авторитету. Нынешние тенденции общения с детьми и нынешние тенденции востребованности определенных характеристик говорят о том, что сейчас очень важно для детей развития критического мышления, потому что очень много информации получает ребенок из совершенно разных источников. И нужно уметь отличать достоверную информацию от вымысла. Поэтому, если вы будете помогать ребенку формировать критическое мышление, вы, конечно же, поможете ему хорошо реализоваться в будущем. Второй момент, который очень востребован и сейчас уже в нашем обществе, и будет все более и более востребован, это момент, который касается эмоциональности, который касается эмпатии, который касается способности человека понимать других людей, понимать и чувствовать обратную связь от людей, от ситуации, от окружения, от просто пространства. Это очень важно, уметь понимать ситуацию и уметь адаптироваться под нее. Поэтому из характеристики эмпатии еще и проистекает следующая характеристика, которая очень важна для детей, которую важно развивать. Это адаптивность. У нас очень быстро меняются условия окружающего мира. Появляются новые технологии, появляются новые тенденции, появляются новые ценности и новые, скажем так, программы мирового развития. Поэтому нужно уметь под них подстраиваться, адаптироваться для того, чтобы быть успешным в новом мире. Ну и, наконец, один из важнейших навыков, который нужен будет детям и который важно развивать в семье, это навык коммуникации. Вместо криков, вместо угроз с детьми сейчас нужно разговаривать, потому что ребенок понимает сейчас очень хорошо, на что он способен и на что способны окружающие люди. Ребенок очень хорошо понимает реалистичность нашего мира, и поэтому его, ну, конечно же, и не нужно запугивать, но и нет смысла этого делать. Для того, чтобы ребенок глубоко осознавал и понимал те ценностные вещи, которые вы хотите ему донести, нужно с ним разговаривать. Поэтому навык коммуникации – это ключевой навык в семье. Вместо фразы «Ух, я тебе сейчас устрою!» на первый план должна выходить фраза «Давай об этом поговорим!» «Давай это обсудим!» Вместо вопроса «Ну и что ты себе позволяешь?» на первое место должен выходить вопрос «А почему у тебя так получилось?» «А что ты думаешь в связи с этой ситуацией?» «Что ты чувствуешь по этому поводу?» Ну и, конечно же, вместо фразы «Смотри мне!» «Если что-нибудь натворишь, ух, я тебе устрою!» на первый план должна выходить фраза «Если ты что-нибудь сделаешь нехорошее или попадешь в какую-то сложную ситуацию, скажи мне, и я тебе помогу решить эту ситуацию, и мы поможем тебе из нее выбраться». Таким образом, вы будете формировать и доверие между вами и вашими детьми, и будете идти в ногу со временем, соответствуя действительно тенденциям и общества, и воспитания, и вы будете максимально качественно готовить ребенка к жизни в современном мире. Потому что, когда мы воспитываем ребенка через страх, через угрозы, через жесткие наказания, мы, по сути, воспитываем человека прошлого века. Ему будет очень сложно адаптироваться в современном обществе и реализовываться в нем. Ну а если вы не знаете, как заместить и чем заменить жесткие наказания, и как же найти с ребенком общий язык, посмотрите наш ролик, который касается методов взысканий и наказаний детей. И я вас приглашаю поделиться в комментариях своими какими-то лайфхаками или открытиями, как вам удается установить доверительные отношения с ребенком, как вам удается привнести в ваше общение некие современные тенденции воспитания, и как на них реагирует ваш ребенок. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, и вы точно будете в курсе всех новых роликов на канале «Где мои дети». Субтитры сделал DimaTorzok